Невидимая, но важная профилактическая работа, чтобы не дать распространиться инфекции. Десятки единиц спецтехники выезжают ночью на улицы Минска для обработки дорог, тротуаров. Коммунальщики ежедневно проводят дезинфекцию подъездов жилых домов, остановок, скамеек, подземных переходов. Сколько за сутки уходит литров дезраствора и кто трудится на благо гигиены города, репортаж Юлии Хмель. Город засыпает, спецбригада гор Ремавтодора просыпается. В 22.00 на столичной улице выезжает колонна спецтехники и начинается ночная дезинфекция дорог и тротуаров. Ежедневно до полвосьмого утра магистрали обрабатывают моющими средствами, которые содержат активные вещества и обладают дезинфицирующими свойствами. Также нашим объединением проводится обработка навесов остановочных пунктов, скамеек, лестниц, перил, подземных пешеходных переходов. Это порядка 1896 остановочных навесов, 2224 скамеек. Так на гигиену минского асфальта за смену уходит около 4000 литров раствора. Обрабатывают каждую улицу минимум два раза за ночь. Всего по городу задействовано 127 таких машин. Но когда город просыпается, начинается генеральная уборка подъездов жилых домов. И здесь дезинфекцию проводят для профилактики распространения коронавируса. За смену, которая длится 7 часов, одна группа должна обработать спецрастворами 25 подъездов. Елена Конопака уже 10 лет работает в ЖЭСе Фрунденского района. Все это время убирает подъезды в домах. Опыт большой, но сейчас, говорит, особо тщательно подходит к своей работе. И таких, как она, тех, кто ежедневно выходит на уборку, только во Фрунденском районе 600 человек. Я понимаю, как это важно в наше время с коронавирусом. Жители нас благодарят, что мы продефинитируем все. И я это тоже понимаю и стараюсь выполнять свою работу. В сутки только во Фрунденском районе расходуется порядка 14-15 тысяч литров дезинфицирующих средств на все подъезды. Обрабатывают жилые дома раз в день. И по такому графику коммунальщики работают с начала апреля. Все рабочие, в принципе, как дворники, так и рабочие текущего ремонта, которые на сегодняшний день перепрофилированы, можно сказать, и осуществляют уборку и дезинфекцию подъездов, оснащены средствами индивидуальной защиты. Ну, в основном это резиновые перчатки, респираторы, либо маски. И для удобства работы мы закупили большие распылители объемом от 8 до 12 литров. По многоквартирному жилому фонду города Минска разработан регламент обработки с применением дезинфицирующих мероприятий мест общего пользования в подъездах. В соответствии с данным регламентом осуществляется дезинфекция, конструкция к которой прикасаются люди руками. По графику санобработка подъездов работниками ЖРЭО проводится ежедневно. Бывают, конечно, и внеплановые случаи. Когда в доме выявляют пациента с подтвержденным коронавирусом, дезинфекцию осуществляют уже специализированные службы. Юлия Хмель, Денис Соколовский, Юрий Сахадзе, агентство теленовостей.